Сегодня я решил поведать вам о качер-процессе. Этот процесс уже полтора года будет умы многих людей, которые выступают на форумах и вызывает самые разные возражения, чувства и претензии. Я бы хотел изложить все достаточно последовательно. А последовательность заключается в том, что всем нам известны импульсы, которые получаются в результате прохождения через их электрического тока. Если этот импульс мы получаем в трансформаторе, содержащем железо, то мы можем во вторичной обмотке получить сигнал какой-то. А если железа нет, то сигнал будет достаточно слабый. Так вот, качер-процесс позволяет получать во вторичной обмотке трансформатора, не содержащего железо, сильный сигнал, и не только вблизи обмотки, но и вдали от нее. Поэтому давайте я приступлю к изложению. Я вам сейчас покажу схемы, достаточно простые, состоящие из одного транзистора и из одной индуктивности. Индуктивность подключается к источнику питания, подключается через транзистор и на вход транзистора подается прямоугольный импульс. И тогда на выходе этого устройства мы должны по нашим понятиям получить вот такую вот картинку. Значит, уровень источника питания вот этого. Затем мы смотрим на коллекторе, у коллектора. Смотрим на коллекторе, мы должны увидеть вот такую картинку. Потом эта картинка как-то загнется. Потом по окончании импульса мы увидим колебательный процесс, который в конце этого импульса. Импульс, воздействующий на базу, должен выглядеть вот таким вот образом. Ток в этом импульсе, ток, если мы поставим вот здесь тут резистор и посмотрим ток вот в этой точке, падение напряжения вот в этой точке и, например, ток эмиттера вот в этой точке, то мы увидим какой-то вот такой вот сигнальчик по току. Это у базы, это ток базы и теперь у меня задача показать, что вот если мы к вот этой вот катушке, которая открывается вот этим прямоугольным импульсом, поставим вторичную обмотку и к ней диод и выведем ее на какой-то стрелочный прибор, то мы практически вот при этом, при этом условии, это токовый сигнал. Мы током, ток направляем вот в эту вот катушку через источник питания и пытаемся получить на выходе после трансформатора какой-то, какой-то ощутимый сигнал. Я вам покажу, что этот сигнал будет недостаточно ощутимым. Вот сейчас я вам покажу, как получить качер-процесс вот в этой ситуации. Качер-процесс в этой ситуации можно получить следующим образом. Значит, если поднять амплитуду входного сигнала, вот этот вот древес, который в конце, он увеличивается, увеличивается и доходит до нуля. И на вот этой вот, на этой временной составляющей мы увидим импульсы, у которых положительный полупериод сжимается, сжимается в какой-то наносекундной длительности, наносекундного диапазона иголку. И у нас в результате мы видим на коллекторе уже после нашего импульса вот какую-то такую вот гребенку, состоящую из отдельных высокоамплитудных импульсов. Амплитуда, их может быть в несколько раз приближать напряжение источника питания, который питает вот этот вот каскад. То есть, этот каскад мы, допустим, питаем четырьмя вольтами, а импульс, который здесь получается, он может быть очень большой амплитудой, вплоть до десятков полиц. Но мы сейчас в эту тему не будем углубляться. И мы можем добиться того, чтобы промежуток между вот этими импульсами скважности, если у нас какая-то скважность между этими импульсами, то эта вся скважность между импульсами заполнится вот такой вот гребенкой. Это я вам покажу на реальном примере. Я вам рассказал про схему, которая открывается прямоугольным импульсом. Это простая и обычная схема, которая обычная. Но она не настолько обычная, чтобы про нее не знать, что она умеет издавать качерные импульсы. Но она позволяет эта схема получать качерные импульсы во всех 100% случаев. Потому что практически любая индуктивность вместе с нею, вместе с прямоугольными импульсами, в промежутке между этими затравочными импульсами всегда можно получить качерные импульсы. Один способ получения качерных импульсов – это повышение амплитуды входного сигнала. И второй способ получения качерных импульсов – увеличение напряжения источника питания. Итак, методы получения качерных импульсов. Вот первый метод. Звон, который я вначале вам показывал, преобразуется в эти иглообразные импульсы. Причем эти иглообразные импульсы образуются как на коллекторной части, так и на напряжении базы, у базы. То есть, вот этот запускающий импульс от этого генератора, он еще дополняется вот этими вот хвостами. То есть, у меня появляется реакция вот от этого импульса, который видно только на базе. Мы с помощью либо напряжения, которое подается в базу, либо с помощью напряжения, которое подается в коллектор, можем провести вот эти все качерные импульсы, которые я считаю качерными, по всему периоду между запускающими импульсами. И если даже мы выключим этот генератор, и у нас не будет запускающих импульсов, вот эта генерация качерных импульсов у нас так и будет оставаться. То же самое, такой же качерный процесс можно получить, если питать не запускающим импульсом, а просто источником постоянного тока. Здесь вот подаем мы 0,7 вольта, и видим качерные импульсы, как в автоколебательном генераторе, несмотря на то, что мы питаем здесь постоянным током. И у нас, как в базе появляются импульсы отрицательные, так и в коллекторе мы получаем положительные импульсы. Но не только. В такой схеме мы можем получать качерный процесс. Мы можем взять, оторвать эту базу совсем напрочь и оставить ее в воздухе. И тем не менее, вот этот качерный процесс не прекратится. И тогда у нас появляется повод подумать, а почему это все происходит. Поэтому я сейчас попробую изложить вам суть возникновения качерного процесса. Такие схемы качер процесса, они непригодны для всеобщего употребления, потому что они довольно капризные. В том смысле, что их надо как-то запускать, их надо как-то останавливать, и они не поддаются никаким регулировкам. Поэтому эти схемы нужно дополнять дополнительными элементами, дополнительными обмотками, дополнительными какими-то превомбасами. И тогда мы можем с помощью этих превомбасов получить ровно то, что нам нужно. Нам может быть нужно управлять транзисторами большой мощности. Нам надо получать импульсы этой высокой амплитуды. Пожалуйста, мы можем сделать это. Я вам еще должен буду продемонстрировать особые свойства этих качерных импульсов. И чем отличаются они от обычных токовых. На всякий случай я вам скажу, из чего состоит эта схема. В этой схеме стоит транзистор 940-й КТ-940, и где-то 500 микрогенри, там индуктивность. И, пожалуйста, берите любые генераторы, которые у вас есть, и вы все это сами увидите. Это будет на любом транзисторе, это будет с любой индуктивностью. Ну, я имею в виду, что если вы там будете ставить большие мощные трансфораторы, может у вас это и не получится, нам надо что-то такое менять. Но я вас уверяю, что вы приблизительно в этом диапазоне среди малых, средних и больших транзисторов большой мощности все это можете проиграть с открытой базой тоже. Итак, в чем различие качерных импульсов от импульсов токовых? Я хотел вам показать разницу между тем, что получается при токовом импульсе и при бестоковом импульсе. При токовом импульсе на коллекторе мы видим напряжение источника питания. У бестокового импульса напряжение источника питания много выше уровня нуля. А вот этот уровень напряжения на коллекторе, он ниже, чем напряжение на базе, как правило. То есть этот уровень находится на уровне нуля. А у токового импульса он находится на уровне источника питания. Вот он. Во время действующего импульса на базу появляется вот этот вот яма, которая опускается до уровня нуля. А у бестокового импульса при возникновении этого импульса получается уровень, который был перед этим. То есть максимальный уровень, который достигнут в промежутке между импульсами. Так вот, токовый импульс, о котором я говорил прежде, подчиняется всем законам Киргофа, Ампера и так дальше, и Кулона. То есть, если вы его измеряете относительно минуса или плюса источника питания, он меняет полярность, сумма токов в узле равна нулю и так дальше. С бестоковыми импульсами этого не происходит. Во-первых, вот он имеет положительную полярность, если это НПН, транзистор. Он имеет, если вы его меряете относительно минуса источника питания, или если вы его меряете относительно плюса источника питания. То есть вы поставили осциллограф вот в эту точку и меряете ее здесь, а он у вас положительный. И импульс положительный всегда вот в этой вот точке относительно минуса источника питания и относительно плюса источника питания, что противоречит закону Киргофа. Вот токи, вот эти вот, все они подчиняются законам Киргофа, кроме того, что сумма токов вот в этом узле не равна нулю. Речь идет о том, что вот в этой качерной схеме энергия от отдельных ветвей уходит через пространство, и поэтому токи, участвующие в создании этой энергии, разные, получается, и сумма их не равна нулю. Если вы имеете токовую схему и от нее во вторичной обмотке попытаетесь что-нибудь увидеть на измерительном приборе, вы получите очень мало чего. Или там у вас импульсы, или синусоида, вы мало что получите на выходе. А вот если вы возьмете бестоковую схему, вы увидите, что на бестоковой схеме, даже на большом расстоянии, трансформация происходит все равно, в три порядка больше. Так вот, давайте рассмотрим, чтобы, когда мы будем смотреть на оцеллографе, чтобы вы, так сказать, понимали, что вы видите. Мы видим вот такие вот импульсы на коллекторе, вот такие вот импульсы мы видим на базе. Вот эти импульсы на коллекторе, они с базовым импульсом сдвинуты где-то там на сколько там градусов, да? То есть, вообще говоря, если бы мы их соединили, то у нас получился бы импульс вот такой вот. То есть, на коллекторе мы видим вот эту вот часть, а на базе мы видим вот эту часть. Мало того, от базового импульса в токе эмиттера мы видим вот эту реакцию. А вот этому импульсу нет соответствующего тока. Из этого следует делать вывод, что вот в этом случае, в качерном, вот эти импульсы большой амплитуды, которые значительно выше напряжения источника питания в 10 раз, они вызваны, не они вызывают ток, не эти импульсы вызывают ток, а ток, возникающий в цепях транзистора, вызывает вот эти вот импульсы. И это я вам покажу на примерах. Например, ток в эмиттере, который мы наблюдаем, мы, если его поставим вот в эту точку напряжения источника питания, и мы на емкостном входе посмотрим, то он пульсации напряжения источника питания, они точно соответствуют вот этой вот токовой нагрузке. То есть, тот ток, который мы не видим в импульсе, он повторяется как на резисторе в эмиттерной цепи, так и в пульсациях источника питания. Вот отсюда я предлагаю начать смотреть все на осциллографе. Вот сейчас мы видим ток эмиттера и напряжение на коллекторе. То есть, у нас транзистор открылся, вот это напряжение питания, транзистор открылся, и вот мы за ним видим какую-то реакцию в виде каких-то колебаний. Теперь я беру и поднимаю амплитуду, амплитуду импульса, который воздействует на базу. И что мы видим? Мы видим, что появляется разрыв между этими колебательными структурами. Вот они были колебания, теперь они колебания выполаживаются в какие-то импульсы. То, что было, соответствовало, то, что соответствовало этим колебаниям. Вот они, ну какой-то колебательный процесс. Он чуть, немножко похож на синусоидальный. Вот он, вполне синусоидальный процесс. Нормальный декремент затухания, который существует между индуктивностью и емкостью. И вот начинается вот эта вот качерная история. Смотрите, ток из синусоидального превращается в пилообразный. Импульсу, то, что соответствовало максимуму тока, вот сейчас что-то такое соответствует. Теперь мы берем и поднимаем напряжение питания. Мы подняли напряжение источника питания и увидели, что весь промежуток между импульсами затравочными занят вот этой вот качерной импульсной системой. Я ее могу уменьшить. Посмотрите, вот она, она все уменьшается, уменьшается. Это я делаю изменением напряжения на источнике питания. Вот я его поднимаю, поднимаю, поднимаю. И могу поднять до такой степени, что она заполнит все пространство. В принципе, я могу выключить этот самый генератор. Ничего, это не страшно. Она получится. Я вот сейчас ткнул вместо импульсов, ткнул в базу. Я сейчас ткнул в базу отверткой. И у меня этот качерный процесс пошел, несмотря на то, что у меня источник этих импульсов, источник импульсов у меня выключен. Вот, пожалуйста, мы получили нормальный, так сказать, качер-процесс. Качер-процесс состоит из пилы, и ему соответствуют импульсы. Еще яснее будет видно. Теперь давайте посмотрим, что у него творится на базе. Мы сейчас видим качер-процесс с базой, висящей в воздухе. Вот она висит в воздухе. Сейчас у нас питание 9 вольт. Импульс в базе где-то около 1,5 вольта. База открывается напрочь. Вот напряжение источника питания. Получается, что за пределами затравочного импульса возникает качер-процесс. Возникает качер-процесс, которого хотелось бы усилить. Вот я беру и поднимаю напряжение на питание базы. Я усиливаю, но, в общем, у меня какое-то слабое получается действие. Поэтому я его оставляю. Я беру тогда в этом случае и поднимаю напряжение источника питания. Дело в том, что у меня она плавно не поднимается. И я вот сейчас вот сделаю здесь 4. И раз 14 вольт. 14 вольт качер-процесс увеличился. Он происходит после каждого импульса. Теперь я еще больше поднимаю питание. Где-то до 20 вольт качер-процесс происходит по всему периоду между затравочными импульсами. Теперь эти импульсы вообще-то и не нужны. Я возьму их и выключаю. Только мне надо сменить синхронизацию. Вот поставил синхронизацию я от нижнего импульса. И выключаю этот источник затравочных импульсов. И смотрю, что же у меня получается. У меня идет качер-процесс вообще без всего. Мало того, что он без всего идет. Я могу сейчас взять и просто выдернуть базу, отключить базу напрочь. Теперь я беру и отрываю базу нафиг совсем. И у меня с отключенной базы этот качер-процесс все равно происходит. А генератор у нас выключен. У меня база оторвана. Вот она база висит. Но это я уже получаю где-то при 29 вольтах. Если я буду постепенно снижать напряжение на питание, у меня увеличивается период между этими импульсами. И даже при 10 вольтах я получу тоже качер-процесс, который у меня не получался. Замечу вам в скобках, который у меня не получался, когда он работал от затравочного импульса. Теперь давайте, что интересное в этом качер-процессе. Вот сейчас мы вместо этого дросселя, вот этого вот дросселя, мы поставили вот эту катушечку. Катушечка эта состоит из 60 витков. И здесь какая-то катушечка, тоже я не знаю, где-то 30 витков на ней. И мы делаем из них трансформатор воздушный. Потому что из этого тоже сейчас получится у нас с вами трансформатор. И теперь при напряжении каком-то там 9 вольт, 9,9 вольта, мы включили наш этот самый затравочный импульс. Вот он у нас. И, значит, вот пока мы, вот смотрите, когда мы включили затравочный импульс, и имеем вот токовый сигнал вот в этом вот промежутке, вот мы имели токовый сигнал. У нас сигнал от трансформатора. А тут что такое? Здесь катушка имеет где-то тут диод, что-то у нее стоит. То есть мы эту катушку через диод выдаем на вход прибора. Вот как только мы, как только мы вот из этого обычного колебательного режима переходим в качерный режим, сразу у нас передача возрастает, возрастает существенно. Вы смотрите, вот было 8, вот 9, вот 13. Как только качер пришел, процесс, вот смотрите в осциллограф. В осциллограф вы туда. Как только в качер процесс перешли, режим, сразу вместо, да там, 10 стало, да там, 4. Вместо 0, 10 стало около 4. Вот смотрите, 0,11, 0, там, чего-то там, 0,22 и сразу 4. Понимаете? Но это процесс еще, он, что называется, нестационарный. Давайте мы его сделали стационарным, чтобы у нас работала эта вся система, как в прошлый раз. Мы берем сейчас ее и будем ее тыкать. Вот она у нас запустилась явно, только мы ее не... Вот она, вот сейчас она в стационарный режим вошла и уже стало почти 6. Почти 6, при тех же самых условиях. И видим мы вот этот вот самый качер процесс. Так, почти 6. Что же это такое за 6? Смотрите, что получается. Вот я ставлю вот сюда, вот в это вот пространство, светодиод. И он зажигается, вот на таких вот расстояниях. Вот видите, я вставляю в это пространство катушку со светодиодом. Она, катушка, закорочена светодиодом. И она вот на таких расстояниях засвечивает светодиод. Я вас уверяю, никакое из... Никакое из устройств не сможет этого делать. Это при питании 10 вольт. А если я поставлю 20 вольт, тут все зашкалит, что в общем-то нехорошо. Ну ладно, бог с ним. То уже будет вот на таких вот расстояниях она срабатывать. Как, вот смотрите, вот она... Видно, что светодиод горит вот на таком расстоянии. Видно вам, да? Все. Еще раз. Вверх у нас. Вот он зажигается вот так вот, на таких вот расстояниях. А 20 миллиампер мой, смотрите, давайте я ему поставлю побольше. 19 миллиампер. Сейчас. Попробуйте вы в воздушном трансформаторе где-нибудь получить 19 миллиампер. Я вас уверяю, у вас ничего не получится. Хотите, верьте, хотите, нет. Давайте я вам с этими катушками на каком-нибудь генераторе это все покажу. Мы сейчас с вами сравниваем, что мы можем получить от токового сигнала по сравнению с бестоковым сигналом. Значит, тот токовый качерный у нас получал там где-то 6-7, да? Или 5, не помню сколько. А здесь вот я сейчас включаю эту штуку. Это она у меня включена на максимум. 5 вольт у него выход. И получаем мы на выходе с трансформатора 0,13. 0,13. Это там раз в 30 меньше, чем то, что у нас было с качерным сигналом. Вот. Но этот режим ненапустимый для... Потому что у катушки, у этой, там единицом сопротивление. А в паспорте на прибор звуковой генератор сказано, что нагрузка должна быть амическая, не меньше 500 ом. А тут 500 ом не будет. То есть я ставлю вот этот режим на непродолжительное время и тем самым ставлю, подвергая опасности выходные транзисторы. Но, несмотря на это, я получаю здесь вот какие-то копейки по сравнению с тем, что было у меня в качерном случае. И я вам рекомендую это все самим проверить на разных генераторах. Вот смотрите. Вот сейчас у меня в качерном процессе существует вот этот дроссель. И вот катушка, которая вообще несоизмерима с вот этой вот катушкой дросселя, в ней происходит зажигание светодиода, даже в том случае, если она находится вне этого... достаточно далеко от корпуса дросселя. Если я его включаю вот здесь, вот ее усилий больше. Я могу сделать так, чтобы продемонстрировать... То есть это вообще новая форма излучения, должен вам сказать. Потому что она настолько новая, что вот от этого дросселя можно сейчас включить не только вот этот светодиод, но еще есть и приемник. Давайте включим приемник. Значит, помимо того, что вот он зажигает, качер зажигает в любом виде светодиоды в трансформаторной связи, он еще и является генератором электромагнитного излучения. Какого-то. Ну и излучение, похожее на электромагнитное. Сейчас мы включаем качер с помощью вот этого вот генератора импульса. Набираем частоту на генераторе импульсов, который соответствует звуковой частоте. И слушаем приемник, что он нам эту частоту воспроизведет. Вот сейчас это у нас происходит. Вот я могу плавно, плавно поменять эту частоту, пожалуйста. А могу это все дело убрать в сторону. И это все равно будет работать. Даже просто надо увеличить громкость. И все. Ее просто не видно, а все вот эти параметры будут меняться. Теперь я беру, выключаю это все. И здесь все затихает. Ясно? Это вам второй эксперимент. Достаточно? Переключаем еще раз. Опа. Опа. Вот у нас пошла эта вот генерация. Вот она. Вот она переключается. Вот разница. Вот. Да. Вот я меняю частоту. И там вот это вот все происходит. То есть, вот этот качер, помимо того, что он является источником магнитного, или поле, похожее на магнитное, он также является источником поля, похожим на электромагнитное. А это, в общем, есть к чему это применить. Вот мы с вами проиграли несколько схем с общим коллектором. Но это не значит, что в схемах с общим эмиттером, с общей базой, это все не произойдет. Вот вам домашнее задание. А ну-ка попробуйте схему с общей базой, с общим эмиттером, вместе с затравочными импульсами, вот генератором импульсов. У вас, наверное, ничего не получится. Особенно в схеме с общей базой. Поэтому я вам рекомендую схему с общей базой поставить последовательно с источником импульсов дополнительную катушечку. И у вас все получится. И вы тоже удивитесь, так же, как и я. Спасибо. 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 Спасибо.